Друзья, коллеги, подписчики, всем привет из Сочи. Мы продолжаем наше путешествие по Крыму, Краснодарскому краю, далее мы поедем в Абхазию, сейчас мы в парке Ривьера. Это знаковое место в Сочи Олег Потапов последний раз видел 8 лет назад. За плечами молодого путешественника 1000 километров и 101 страна. Страсть к поездкам, жажда приключений, новых знаний передалась Олегу по наследству. Его дедушка был военным советником и постоянно рассказывал внуку интересные истории. Воплотить скатку в жизни оказалось просто. Главное, говорит Олег, желание, а не количество денег. Я начал сначала в подростковом области путешествовать автостопом сам, а после, когда уже начал работать, зарабатывать, то я поехал по миру и до сих пор это делаю уже в районе 8 лет. Я живу довольно бюджетно, я вам даже расскажу, как сейчас мы с моим другом, коллегой, приехали в Сочи. Мы, используя сервис «Блаблакар», взяли с собой попутчиков, полностью отбили деньги на бензин, даже немножко на этом заработали. Жилье, кстати, Олег и его друг Евгений тоже нашли через популярный сервис. Таким образом, несколько дней они будут жить в Сочи бесплатно. Страты только на еду и развлечения. Своими впечатлениями о путешествиях, забавных и порой экстремальных моментах Олег готов делиться часами. В его родном городе Надым уже появилась передача «Путешествия по миру с Олегом Потаповым». Из каждой страны Олег везет с собой сувенир – деньги. В его коллекции более 600 купюр разными номиналами, как действующих, так и вышедших из обращения. Рубли Российской империи, Франции, Песа, динары, марки, триллионные банкноты, Зимбабве и много-много других купюр. Это деньги одной из самых опасных стран мира – Сомали, которые просто нечетружные суммы. Получается, одна банкнота – это пол нашей копейки. То есть вот тут может один-два рубля. Я привез килограмм из путешествия. Поддержать пачку купюр, разглядеть самые интересные экземпляры и узнать полезную и интересную информацию о путешествиях смогут и сочинцы. В четверг в 18 часов в арт-кафе на улице Войкова состоится выставка и мастер-класс от Олега Потапова. А сейчас он уехал в Абхазию, так что можно сказать, что на счету Олега уже 102 страны. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».